Всем привет, друзья мои! С вами Дивер, и я продолжаю снимать серию фильмов о мощных палках. В данном видео я покажу вам палочку от компании Dragon, модель Millennium, тест 200-400, длина 2.30. Данная палочка имеет вот такой чехольчик из бархатного материала, довольно-таки приятный на ощупь. Никакого тубуса у данной палочки нет. Итак, друзья мои, данный спиннинг я уже протестировал на воде и ловил им в сентябрьской поездке. И данное видео можно посмотреть у меня на канале. Что можно сказать в целом о данной палочке? Она мне понравилась, нареканий на нее нет, ей ловить приятно, палочка имеет хорошую чуйку и хорошую упругость. Данная палочка это классический двухчастник. Не полуторачастник, не монолит, а классический двухчастник. Давайте поближе рассмотрим данную палочку. Начнем пока, как бы не собирая ее. Спиннинг имеет курок. Очень удобно держать мультипликатор. Катушка-держатель полностью пластиковый. Ручка из ЭВА. Имеет пробковые вставочки. Опять, друзья мои, мелочь, но приятно. Так, петелька для застежки приманки или того же самого карабина застежки. Сам курок небольшого размера. Подадим палец. Кольца данного спиннинга не фуджи. Я даже затрудняюсь сказать, что это за кольца. Но кольца сделаны довольно-таки качественно. Кольца данного спиннинга не фуджи. Иминский. ЭВА. Кольца. Обратите внимание, что у данного спиннинга входная часть бланка прокрашена Она не имеет границ, как у привычных многих других спиннингов Не знаю, хорошо это или плохо, на что это повлияет, но заход палочки довольно-таки неплохой Ручка у этого спиннинга, в принципе, на пределе Она прям-прям впритык под мой локоть Строй удилища довольно-таки жесткий Ну, тот типаж, который я люблю на Ахтубе, на Волке Я считаю, что спиннинг для упористых приманок Для рыбалки на течении, на водоемах, где мы рыбачим с хорошим течением Спиннинг должен сгинаться при подборе палочки вот где-то так Чуйка вот данной палочки очень хорошая Довольно-таки частая расстановка колец Кольца посажены довольно-таки низко Не торчат с бланка, как грибы Палочка очень у куба Это реальный колнышек Данный спиннинг довольно-таки легкий По соотношению к своему тесту 200-400 Длиной 2.30 По сути, друзья мои, это хороший бюджетный спиннинг Отличного качества Судить я могу только по одной палочке К сожалению, через меня много их не проходило Я не могу сказать по партиям Если, допустим, палочки Кайда Я могу сказать, что за последнее время очень много брака Потому что они проходили через меня Люди просили их покупать Я отсеивал очень много У нас ломалось Лично у нас ломалось несколько палок И отзывы уже были в нашей группе ВК Рыбалка с Дивером И в комментариях под видео люди пишут, что палочки зачастую ломаются Очень хорошего качества ЭЧБ были раньше Но последние палочки, которые я покупал ЭЧБ были ужасного качества Итак, какой же вывод я могу сделать от данной палочки Данную палочку стоит использовать при ловле на тяжелые приманки Скажем, на упористые На большие тяжелые упористые приманки Это, допустим, халкообразные Бандосообразные Фетфрешады от Бомбер Мэнсы Данная палочка, я думаю, что даже потянет Мэнсы 30 плюс Но, скажем, не на сильном течении Подойдет ли она для ловли сама Не могу сказать Не ловил Но если она сделана качественно То она справится Она сдюжит Если у ней есть какие-то, ну, скажем Неполадки В конструкции То данная палочка сложится При ловле сама Я, к сожалению, сама так и не смог на нее поймать Возможно, в следующий раз Когда я буду на нее ловить Это получится А судаков и щук Довольно-таки Доманит судаков Ну, под 6, на 6 килограмм Она запросто вываживала Хотелось бы еще сказать И уточнить такую вещь Вот некоторые люди Мне говорят, допустим, Илья Данные палочки Очень жесткие Они не подходят для троллинга Это люди говорят Те, которые ловят Наверное Ну, на водоемах без течения А если вы ловите На водоемах типа Ахтуба и Вога То вы тогда мало что понимаете Для чего же нужна, повторюсь Жесткая палочка Вообще, палочки нужно подбирать Под определенный водоем Жесткая палочка нужна Во-первых, нужна с хорошей чуйкой И жесткая палочка Для ловли именно, наверное, судака Почему же именно для судака Я выбираю такие палочки Выбираю Потому что судак Очень аккуратно Подходит, скажем К атаке Или поклевке Вот Не как щука Не как сон То есть Для ловли щуки Палочки могут подойти любые То есть тут не надо, в принципе Заморачиваться на чуйку Тут не надо заморачиваться На жесткость палки А вот для ловли сама И судака Палочка должна быть жесткая А особенно для судака Еще с хорошей чуйкой Почему же? Потому что, я говорю Судак клюет Очень осторожно Так же, как на джик То есть тут надо понимать Что судак не выбирает Силикон это Или это воблер Судак, в принципе, атакует одинаково Да, у воблера три тройника Два тройника У джига Один крючок Или там двойник Ну, бывают тройники А бывают, кстати, тоже со всякими И дополнительными тройниками Но не важно Судак бьет Редко, когда он прям хватает Да, хватает Но Опять же, хватает аккуратно Порой за хвостик Туда-сюда Или бьет в голову Даже в центр Зачастую просто лупит У меня по воблерам Это все дело видно Неважно Судак каким-то образом Умудряется атаковать приманку Не попадаясь И если мы То есть не самозасекаясь Точнее И если мы Не подсекаем вовремя судака То мы его и не видим Это уже, друзья мои, доказано На самом деле Доказано И мною И какими-то другими уже ребятами На воде Что троллинг Он на самом деле Довольно-таки очень интересный Если ловить По Скажем По правилам Если мы будем ловить На Скажем На удачу На самозасечку То он, конечно Будет неинтересен Мы ставим Спиннинг В спиннингодержатель Так называемый Стакан И Едем Разговариваем С вами С кем-то другим Смотрим Периодически на спиннинг Загнулся он Мы Начинаем вытаскивать Но, друзья мои Когда спиннинг загнулся Судак уже сел Обратите внимание Как я ловлю Посмотрите мое видео Я ловлю Именно на поклевке Я опережаю Событие Я подсекаю Его И зачастую Как вы видите Бывает очень много Холостых Подсечка Нету Раз Подсечка Есть Вот И опять же Было доказано Уже Сидящими рядом со мной Лодки Ребятами Я говорю Попробуйте не подсекать Так я с рыбой Подсекаю А они без рыбы Тут же они переходят Опять же на мой метод Начинают подсекать Именно на тычки На поклевки Судачи И начинают опять Ловить рыбу Все это уже доказано Кому интересно Я повторюсь Как бы Я иногда провожу Гидуслуги Если я на Актубе Их можно заказать В группе ВК Рыбалка с девером Или допустим Лучше мне в личку ВК написать Кто знает телефон Можно по телефону Позвонить И Заказать можно услуги Если я нахожусь там Мои гидуслуги Не очень дешевые Все это в личке расскажу Но я предоставляю И снасти Я предоставляю лодку Я предоставляю топливо Как бы все Только вы платите За проживание За еду Ко мне лодка Можете приходить Абсолютно пустыми Приманки Спиннинги Катушки Плетенки Все это и есть Все это оборудовано Лодка с мотором В гидуслуги Также входит Обучение По моей тактике По моей методике Ловли судака Троллингом И Вся пойманная рыба В допустимых Разрешенных размерах Отдается вам Друзья мои Так вот Друзья мои Судаковая ловля Троллингом В один спиннинг Не такая уж и простая И поэтому К данному виду ловли Я особо подхожу трепетно Очень Тщательно выбираю Спиннинги Под определенные условия Под определенные условия Ловли Скажем опять же Вот такой колышек Как я вам показываю Да Он не Подойдет Для рыбинки Он не подойдет Для водоемов Без течения Для Давных водоемов Спиннинг должен быть Помягче Для водоемов Без течения Спиннинг должен быть Уже малость другой Скажем Вот такой Видите Изгиб уже Раза в три В четыре Больше И спиннинг уже Не такой колышек А вот это уже Миллениум Драгон Это колышек Под течением А эта палочка Уже Вполне Подойдет Под водоем Без течения О данном Спиннинг Я расскажу В следующем Это полуторочастник Я думаю Многим Он будет Тоже Интересен Так вот Друзья мои Вот такими Колышками Вот такими Упругими Палочками С хорошей Чуйкой Я ловлю Судака На Ахтубе На Волге На водоеме С течением На упористые На большие Приманки Типа халкообразных Типа бандосообразных Типа каких-либо Других Приманок